здравствуйте все кто здесь и кто записи смотрит вторник и по плану он такое настройка короткая то есть я постараюсь делать большим большие паузы просто направлять наше внимание на определенные аспекты практики так я хотел еще знаете что хотел я чтобы у нас гонка звучало время когда виду забываю про него он же хорошо звучит пока приготовимся начнем с позы направим внимание на позу как сейчас сидится выстроим ее как-то немножко и и и и визуальный канал просто посмотрим окружающие пространство через этот взгляд возвращая себя в большее присутствие просто через встречу с объектами при каждой новой встречи мы можем находить себя именно во встрече именно в отношениях если мы видим что-то если мы встречаемся взглядом с чем-то в этот момент мы в отношениях с этим объектом у нас есть какое-то специфическое переживание встречи мы можем просто через эту встречу возвращает в этом посмотрим перед собой и отпустим взгляд таким образом что пространство как-то расширилось может быть объект отдельно черта как-то потеряет ясность очертаний при этом само пространство может увидеться нами как-то более глубокое просторное опять мы можем почувствовать себя в отношениях с этим пространством мы внутри него оно в определенном смысле внутри нас как внутри сознания внутри восприятия эти две перспективы могут существовать одновременно затем можем позволить глазам закрыться и обнаружить изменения если это визуальное пространство ушло из восприятия то какое пространство там начинает проявляться пространство ощущений чувств это состояние звуковое пространство еще какие-то мысли пространство мыслей если мы по-прежнему будем помнить что у нас есть это пространство осознавания осознание как таковое и не вот проявляется разные разные содержание содержание опыта мысли это чувствует ощущение звуки как это вообще как это переживается сейчас обратим внимание на общее состояние как он и сейчас как переживается какая погода внутри можем просто запомнить вот такая наша начальная точка . нашего путешествия начальная дальше будем время от времени проверять это общее состояние чувствую меняется ли она как-то так как дыхание влияет на нас глубокий вздох потом в какой-то момент отпустим дыхание если мы не будем через не делать каким она становится само так и 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 в эту область. Прямо ржать, сильно-сильно втянуть, и оно в какой-то на это отпустить. И тут на контрасте мы можем почувствовать это усаживание тела. Можем немножко так побыть, наполнить себя этим ощущением опоры, ощущением доверия. Такого физического, простого ощущения плотности контакта с опорой веса тела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Потом пойдем вверх по позвоночнику. Внимание! Чувствую, что это меняет по контрасту с предыдущим опытом, когда мы уводим внимание выше-выше к позвоночнику. Что происходит с грудной клеткой, когда внимание добирается до нее с дыханием? И что происходит, когда внимание уходит в макушку головы? Можем подвесить голову за макушку. Так что все тело как будто выстекало вниз под головой. Устремленность вверх, устремленность вверх макушкой. Как это действует на вас? Хорошо, теперь соединим эти два аспекта. Макушка растущая вверх и вес тела стекающий вниз. Между ним позвоночник, третий аспект проявляющийся. Можем покачаться чуть вперед-назад, если необходимо. И вот так собрать все три элемента, три аспекта. Это можем наблюдать, как они собираются сами. Здесь можем в самопереживании чувствовать, как взаимодействует между собой. Такой процесс самопроисходящий. Тело балансирует себя само. Вам не нужно принимать в этом участие как таким волевым актом. И все же вы присутствуете в этом. Вот как этот баланс находится между деланием, действием и отпусканием, когда вы позволяете какой-то такой системе телесной найти этот баланс между тремя аспектами. Стойчивость внизу, легкость вверху, устремленность вверх. Позвоночник как внутреннюю осень. Давайте побудем немножко с этим процессом, чувствуя его, переживая его. Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо, давайте сейчас положим одну руку на живот, другую на грудь. Ненадолго. Найдем какие-то места, где это прикосновение чувствуется как-то хорошо так, что руки хорошо лежат. Просто почувствую сначала какие-то ощущения, как это переживается, когда вы таким образом касаетесь себя. Где мы можем спросить себя, зачем мы сейчас выделили это время на практику, чего мы хотим? Каждый из нас может спросить каждое я. Зачем я медитирую? Что я делаю сейчас? Как-то ответить на этот вопрос и посвятить сегодняшнюю практику именно этой задаче, этому смыслу. Прямо сказать об этом. И когда мы это говорим, можем обратить внимание, как эти слова действуют на нас. То же, что они меняют что-то. Ли. Делают ли она что-то с нами? Потом опять положим руки, как это удобно. Снова вернемся к этой позе. Еще раз все проверим, устойчиво снизу. Позвоночник вырастающий вверх, как стебель такой. И голова, макушка головы устремленная вверх. Все три элемента, все три аспекта вместе. Вниктор Kremer,Off… Замерна Веселик, Здрана Сусідом… Вдом hebben, Монтез. продолжая так сидеть давайте пройдем по участкам тела просто буду их называть наблюдать что меняется в них и в целом когда мы проходим по телу таким образом глаза мышцы вокруг глаз пространство за глазами нижнюю челюсть язык лицо все лицо все кожи мышцы затылок шеи плечи дыхание вот это здесь плечевых суставах как они двигаются вверх-вниз руки плечевых суставов до пальцев можем почувствовать их вес вообще как они чувствуются руки и спина вся спина по всей длине дыхание спине как она течет спине спине еще раз лицо челюсть язык и горло можем почувствовать дыхание как она течет по горлу грудная клетка она поднимается опускается расширяется спадает как во все стороны одновременно солнечное сплетение живот и можем отпустить немножко живот какое-то время отпустить стенку живота пах промежности снова ягодицы и весь таз и ощущение опоры еще раз таз как чаша который стекает вес всего тела и он протекает дальше сквозь тазовые кости впитываясь вот поверхность на которой мы сидим можем это чувствовать и ноги это забедреновый сустав к стопу и все тело как единое целое если мы сейчас наполним тело своим вниманием заполняя его как рука заполняет перчатку если мы почувствуем себя действительно сидящими когда мы делаем только свое сидение ничего больше в то же время мы не делаем это тело сидит само и когда мы так вот сидим как как гора устойчиво стабильно какое-то время никуда не надо ничего не надо делать особенно можно посидеть как сейчас общее состояние ваше какое оно изменилось ли она за эти 20 минут практики давайте обратимся к дыханию которое течет вот в этом теле который сидит как гора можем чувствовать поток дыхания живой поток поток живого движения можем немножко так походить по разным областям дыхания погулять внимание ноздри горло грудная клетка спина живот это разные области может быть какие-то неожиданной области этот во внимание вам есть то что мы можем переживать как весь поток дыхания одновременно как такое пространство дыхание полностью если вы погуляете сейчас по этим разным пространством дыхания попробуйте определить где вам сейчас лучше лучше как тот чувствуется просто где вы можете оставаться в отдыхании или с отдыханием чувствовать его переживать его быть в этом пространстве дыхания где-то удобно вам если вы определяете такое вот место или пространство скорее дыхание где удобно задерживаться на какое-то время быть там давайте добавим еще второй аспект любопытство интереса как как собственно дыхание меняется как она переживается в каждое мгновение как переживается вдох какие у него есть вкусовые оттенки букет какой-то вкусовой как переживается выдох что в нем вы находитесь как переживается пауза как переживается изменение дыхание то углубление его то замедление этого затихания может быть иногда исчезновение давайте возьмем для такого присутствия в дыхании всего лишь один дыхательный цикл как период времени проживя этот период времени можем брать следующий период времени в один дыхательный цикл так можем побыть с одним дыхательным циклом с одним дыханием всего лишь каждый раз с одним дыхательным цикл и при отвлечениях которые неизбежны здесь надо понимать что вы будете отвлекаться но в тот момент когда вы замечаете это отвлечение просто мягко как будто так соскальзываете мгновенно возвращаетесь к дыханию в том месте где оно течет на вдохе или на выдохе или в паузе неважно дыхание есть сейчас прямо сейчас и 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 опять продолжая чувствовать дыхание мы можем свериться со своим общим состоянием как как сейчас оно переживается изменилось ли почти за полчаса нашей практике повлиял ли на него повлиял ли этот контакт с дыханием и в целом время практики грн и также это есть есть и и и и которые надо и вы пункт нашего путешествия, это расширение восприятия, когда мы движемся в сторону такой пространственности, открытости восприятия. И двигаться мы будем через добавление в такое активное сознание каналов восприятия. Вот есть дыхание, как центральный объект, пусть он таким и остается, потолок дыхания, пространство дыхания. Ну а теперь давайте расширим восприятие снова до размеров тела, почувствуем его как сидящие, какая-то гора сидящая, ну такая дышащая гора, в ней движение дыхания непрерывно. Все это еще в одном телесном канале, в кинестетическом дыхании, это телесные ощущения. Тем не менее мы можем переживать, это как два объекта, совмещенных в единое пространство тела, как единое целое дыхание, как движущийся поток. Затем следующий шаг. Давайте проведем через слушание, шаг к расширению. Именно добавим, не теряя связи с телом, добавим слушание звуков, как они есть. Потом сместим акцент слушания со звуков на пространство. Попробуем это сделать. Пространство, где они звучат, меняет ли это что-то. Потом продолжим эту игру со слушанием и начнем уводить слушание в бесконечность, в разные стороны, куда-то за пределы слышимого мира и в то же время охватывая его своим слушанием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok То есть у нас есть это бесконечное слушание, есть тело сидящее из дыхания одновременно. Как это переживается. Потом можем приоткрыть глаза, если это для вас удобно, нормально, впустив мир через визуальный канал. Когда мы не фокусируемся на чем-то, а если фокусирование происходит, можем это замечать и так мягко отпускать взгляд. Также мягко как будто бы расширяться ко всем этим каналам одновременно, переживая их, чувствуя их. Видение происходит, слышание происходит, чувство не происходит. Если мы будем осознавать пространство осознания именно как пространство, иметь звуки, ощущение, визуальное образование. В этом пространстве могут и мысли приходить, внимание может как-то двигаться в нем. Мы можем осознавать само пространство сознания, что оно просто есть, знать о нем. Это все. Давайте делаем такую минутку. Ничего не делаем нет. Когда просто отпустим всякое усилие. Когда мы делаем какую-то работу, а потом отпускаем, откидываемся где-то в кресле. И первое мгновение вот этого отпускания, как оно переживается. Вот сейчас можем в течение минуты устраивать себе мгновение за мгновением такое отпускание. Отпускать физическое волевое усилие, стремление что-либо сделать. При этом осознавая, что все и так происходит. Слышание, видение, чувствование. Мысли возникают, исчезают. Осознание осознают. Продолжение следует... Хорошо, давайте позволим глазам закрыться. Сейчас опять почувствуем разницу, что меняется, когда визуальный канал ушел. И обратимся к внутреннему состоянию своему. Какое оно сейчас... Продолжение следует... Хорошо. Давайте положим руки еще раз. Одну на живот, другую на грудь. Почувствуем этот контакт. Как он переживает сейчас. И следующий элемент немножко такой вот игры с образами, с образом света. Если мы снова представим себе сознание как пространство, в котором возникают разные объекты, разные феномены в виде звуков, ощущений, мыслей, чувств, каких-то, любых-любых переживаний. Любого переживаемого опыта. Это все содержание сознания. И оно находится в пространстве сознания. Представим, что это пространство наполняется светом. И каждый, даже каждый элемент этого пространства тоже становится световым элементом. Ощущение, как бы оно ни было. Даже если это болевое ощущение. Мысли, какая бы она ни была. Звук. Если все это соткано из света. Меняет ли это что-то в опыте? И меняет ли это, может быть, как это ваше отношение к этим ощущениям, к этим мыслям, к этим звукам? Если они из света. Такой эксперимент просто. Что бывает? Хорошо. Потом мы можем одну руку оставить на себе, а вторую так выложить, положить на колено. Открытой ладонью вперед. То есть как-то к миру. И в этой позе почувствовать себя сейчас, в этой позе уже, как сравнивая ощущениям. С предыдущим. Когда мы теперь касаемся одной рукой себя, а другой рукой как будто касаемся мира. Открытых мир. Там одновременно с собой и с миром. Как это переживается, как сама эта поза, сам этот жест говорит что-то нам, воплощает что-то. Определенные отношения с собой и с миром. Затем мы можем продолжить, воображая вот эту игру со светом, если мы представим, что он находится внутри, то есть его источник где-то внутри, в глубине, может быть, в глубине сердца или где-то еще, и светит наружу, освещая все ваше тело и дальше все пространство, где вы находитесь. И уходит дальше, дальше, там сквозь стены, если они есть. Освещая улицы, какие-то деревья, машины, дома, проникают в дома людей, кошек, собак, всех-всех. Освещая больше и больше пространств и пространства этой планеты со всеми ее горами, морями, лесами, пустынями, со всеми живыми существами, со всеми людьми. И уходя, этот свет, уходя туда-дальше, куда-то в бесконечность, к звездам и бесконечность вселенной. Если мы одновременно будем чувствовать себя здесь, представлять этот свет, его источник где-то внутри и одновременно помнить о том, что он, этот свет, везде. Влияет ли как-то на вас этот образ тоже. Потом мы можем направить этот свет к конкретным людям. Сначала возьмем, давайте, близких, дорогих нам людей, которых как-то хочется обнять этим светом, то есть согреть их, осветить, смягчить. Как это переживается, если мы вспоминаем кого-то из близких. Кто придет сейчас. Потом мы можем направить этот свет на людей, знакомых нам, но кому у нас нейтральные отношения. Как-то нехорошо, неплохо. Просто вот мы их знаем, может быть, не очень хорошо знаем, поэтому отношения нейтральные. Если мы освещаем их, если мы их как-то обнимаем этим светом, согреваем, то как это. Затем мы можем направить свет на тех, кого мы не любим. Какой-то другой оттенок возникнет. Люди, которые нас раздражают или злят, или это вообще наши какие-то враги. В период войны они у нас бывают. Как переживается этот опыт, если вы согреваете этого человека самим светом? Или он согревается тем светом, который проходит сквозь вас, если вам так удобнее думать? И потом этот свет может направиться туда, где людям очень трудно, где люди страдают. Людям на войне, людям, которые болеют, раненым, воюющим, тревожащимся, страшащимся за свое будущее, за свое настоящее. Если мы направляем свет туда, этим людям, представляя, что, может быть, этот свет немножко их смягчает, немножко согревает, немножко дает, может быть, вселяет больше какого-то ясности, мужества, мудрости, то как это переживается вами сейчас? Хорошо. И затем добавим к этому еще каких-то слов, слов, которые найдутся сейчас. Если мы вот этой одной рукой обращаемся к тому, что важно для нас, каким-то своим ценностям, а другой рукой направляем это в мир. Да, мы обращаем это и к себе, и к другим. Я скажу свое, вы скажите свое что-то. Я хочу, чтобы мое сердце наполнялось мудростью, спокойствием, равновешенностью, добротой. Я хочу, чтобы сердца других людей наполнялись мудростью, спокойствием, равновешенностью, добротой, дружественностью. Хочу, чтобы наши сердца, мое и других людей, других существ прозревали в реальность, в жизнь, находили что-то важное в ней. Хочу не переставать удивляться в жизни, интересоваться ей и двигаться своим путем. Также хочу, чтобы другие люди двигались своим путем, путем исследования жизни, не теряли интерес к ней. хочу, чтобы творческий поток двигался сквозь меня и сквозь людей, чтобы мы могли создавать и творить что-то новое. «Я хочу быть здоровым, хочу, чтобы другие существа были здоровы. Я хочу, чтобы мы не теряли связи друг с другом, не забывали о ней, что мы вместе, что мы части одного целого. Мы непрерывно влияем друг на друга. Что мы можем быть более дружественны друг к другу? Хорошо, если у вас есть что-то еще, что сказать, скажите, договорите это. Потом давайте положим вторую руку тоже на себя. И самый последний такой объект нашего внимания – это сегодняшний день или завтрашний, если сегодняшний у вас заканчивается. Можем взглянуть в него, в это пространство дня, осветить его светом и подумать, а что мы хотели бы воплощать, какого или какую себя в этом дне, или какой день воплощать собой. Может быть, даже так. Можно спросить себя, что я воплощаю прямо сейчас и что я хочу воплощать в течение дня, к чему возвращаться, о чем напоминать себе. И пусть два вопроса ведут нас по этому дню. Как я сейчас, что со мной происходит, что я чувствую и куда я движусь, что я воплощаю, что я хочу воплощать собой. Кто-то может погладить себя, как-то провести по всему телу, руками помять, потереть, потянуться, двигаться и глядеться по сторонам, увидеть снова это пространство, как-то так с ним соотнестись. Мы здесь. Вот. И поговорим. Да. Да. Даже если не говорите, давайте я ударю еще раз в гонку, чтобы, значит, обозначить все, что у нас все закончилось. Мне надо как-то самого себя приучить, приучить гонку, что у нас есть. Окей. Я вижу Варвара. Вы хотите сказать там? Галин, мы дадим Варваре слово. А традиционно Галина первая, я готова уступить. Нет, нет, Варвара. В порядке. Приветствую всех. Сегодня я решилась сказать Валерию спасибо за практику, за то, что она регулярно. Это большое подспорье. Я бываю нечасто, но я... Мне это поддерживает. Сегодня я делаю практику на работе и взяла для этого перерыв. То, что я сегодня заметила, что вот это вот наблюдение за тем, как меняется мое состояние. И потом, когда появился образ света, мне было легко и как-то спокойно. И я бы сказала, вот очень ровно воспринимать мою, мою беспокойность. Она физическая такая. То есть мне не очень удобно сидеть. У меня там затекает нога. И это бывает частенько. Но особенно здесь на работе не очень удобно. Со скреченными ногами у меня такая непрекращающаяся сегодня. Вот прямо зевота. У меня вот весь вот зев там. Это как бы подчелюстное, подъязычное. В общем, вот очень глубокая зевота. И после этого текут слезы. И чтобы они щекотят, мне нужно вытирать. Я на этом отвлекаюсь. Сам по себе зевок. Как бы все время, как такое обращение внимания в него. И я наблюдала. И вот настройки, которые ты предлагал, они помогали мне. Ну вот это вот время зевания, которое оно особое состояние телесное, особое состояние сознания наступает. Это помогало мне включать его. Не быть как бы вы, не знаю, как бы, это слово не могу подобрать. Но не выходить в какое-то иное состояние сознания, что, о, опять я зеваю. Сколько это может продолжаться. Я всегда зеваю. Этот процесс долгие годы. Когда это все кончится. Ну или там, о, я зеваю, как хорошо. У меня все раскрывается. А мне позволяло это включать вот это вот время зевка, раскрытия. И понимание того, что в том числе в этом присутствует очень много отвращения. Ну, точнее, вот его такое какое-то одновременное раскрытие от того, что нужно сдерживать отвращение и некое проживание тоже отвращения. И это все было наполнено для меня мною собой, сознанием и потом светом. И это было не так, как прежде, когда я переживала эпизоды мучения во время медитации, когда вот там все хорошо-хорошо, а потом что-то неприятное, некомфортное. И это мешает пребывать в этом состоянии, что вот я здесь, я целиком дышу позвоночник. Вот. И это хорошее начало дня для меня всегда сегодня. И, в общем, я пожелала себе быть в равновесии, дружелюбной к себе и дружелюбной к людям вокруг. Ну, и пожелала прекращения, завершения войны снаружи и внутри тоже, завершения тех войн, которые идут внутри меня. Благодарю. И на завершаю. Спасибо. А я пару комментариев. Ну, вот мне про пространство немножко хочу сказать. Вот я скажу, что ну, хотя в этом не каждый день приходите, но вы знаете, что это пространство есть, и в него всегда можно прийти. Мне кажется, это очень важно. Ну, как бы не важно здесь, что я там создаю пространство или не я, просто что оно есть. И вот здесь, мне кажется, важно, чтобы у каждого было какое-то пространство, куда мы могли бы приходить из каких-то своих путешествий. И в то же время, чтобы это пространство осознавалось, чувствовалось, переживалось, наверное, как такой путь. вот я сейчас проводил годовую программу, она закончилась буквально, вот, встречались с нас в прошлой неделе, завершали эту годовую программу, вот у нас тут есть участники ее. И, ну, так как у меня не жесткий был подход, вот, что все должны делать чего-то, вот, идти там, то люди так, ну, просто я считаю, что это невозможно организовать так хорошо в онлайн-пространство. Потому что жизнь, особенно в течение года, жизнь меняется у людей, огромное количество событий, там у кого-то трагедии происходили, там умирали родственники, кто-то болел этим ковидом, там другими болезнями болели. Ну, и в конце концов, у нас мы, значит, вот приплыли совсем, да, вот война у нас началась. То есть вот все вот это вот, да, и как тут удерживаться вот в какой-то колее формальной, я имею в виду. Но вот когда есть такое, ну, знание о том, что река-то течет, а путь-то есть, а какая-то группа там по-прежнему живет, то если кто-то из этой группы там на какое-то время вываливается, ну, в какой-то, по каким-то самым обстоятельствам, по внешним, внутренним, не важно, но у него есть это внутреннее знание, что всегда можно вернуться в это пространство или на эту дорогу, в этот путь. Вернуться, его там примут, обогреют. Вот, и, соответственно, вот это вот знание, что есть какое-то движение, какой-то путь, к которому можно вернуться, там даже, ну, один участник привел такую метафору, и все с ней как-то согласились, что вот он был, он себя сравнил с собакой, которая, значит, бегает, нюхает туда, отбежала, понюхала там, что-то и снова возвращается, значит, вот к нам, туда, потом тут, сюда, и вот, значит, собачки. Ну, не важно, собачка, она ведь, она просто расширяет свой путь тем самым, да, вот она идет, вот путь-то у нее есть, она просто еще налево, направо там понюхает там, и сам пометит там везде. Вот, это нормально, метить жизнь, вот, сделать ее широкой, но важно, что есть какая-то центральная линия такая, да, по которой мы движемся. И здесь важно, это, мне кажется, метафора пространства, она может быть там связана с людьми, может быть связана с каким-то своим процессом внутренним, ну, вот то, что, например, с дыханием мы делаем, да, когда я предлагаю, вот у нас есть дыхание, куда можно вернуться, так вот, есть отвлечение, и оно неизбежно, побежал, внимание побежал, понюхать там чего-то, мысль какое-нибудь, понюхать прошлое, да, вот, а как там в прошлом-то было, ну-ка, понюхать будущее, ну-ка, ну-ка, что будет в будущем, понюхать там что-нибудь еще, вот, а тут там звук какой-нибудь раздался, но есть какой-то текущий процесс непрерывного движения внутреннего, и к нему можно вернуться. И это создает такое, знаете, мне кажется, оба эти фактора, когда есть однонаправленность какая-то, чего-то, дыхание, например, и одновременно широта. Это создает такое переживание именно пути, достаточно широкого и в то же время направленного. Вот, и тогда получается, что мы не слишком узки, вот только так и все. То есть мы широко можем жизнь-то охватывать, в принципе, в разных ее аспектах, но потому что она и так уже широкая, объемная. В то же время у нас есть направление из каких-то ценностей определенных, что мы можем быть с этим, как оно нас ведет, какой-то зов. И вот это сочетание, мне кажется, важно. Можем так думать, каковы мои пространства, пространства, куда я могу возвращаться, как будто это еще одна метафора, которую я часто использую, это соотношение дома и путешествия. Вот это чувство дома, связанное с какой-то определенной безопасностью, защищенностью. Чувство путешествия, которое связано неизбежно с риском, но оно связано также и с любопытством, интересом, с расширением, с развитием. Ну и мне кажется, это важно, чтобы мы балансировали это постоянно. И пространство тут, и человеческие пространства, как сангха, как такое защищающее нас пространство, то, что мы вместе друг с другом можем делиться опытом, проживать его вместе. Ну и какие-то вот внутренние пространства, например, дыхание, смысловые какие-то внутренние пространства. Вот в этих терминах таких пространственных, если подумать об этом. Потому что путь ведь это пространство. Путь. Ну, чтобы мне дойти, например, отсюда, там до двери, мне нужно пространство, которым я пройду. Поэтому вот подумать об этом таким образом. А еще вот Варвара сказали про это, мне запомнилось, что когда у вас всякие вот ощущения, там неприятные, болевые, там или вот эта зевота. Кстати, зевота – это же очень хорошее в целом переживание, такое высвобождение каких-то внутренних напряжений. Это важная такая физиологическая реакция. Поэтому, мне кажется, всегда хорошо, когда зевота возникает. Вот. Но вот здесь первая вот эта фраза о том, что я не помню, как точно вы сказали, но в общем, что несмотря на какие-то неприятные там переживания, там боли или чего-то, каких-то вообще неприятных ощущений во время сидения долгого, тем не менее с этим как-то нормально, с этим окей, с этим в целом хорошо. И вот для меня это тоже важный такой шифт, который у нас может происходить во время медитации с практикой. То есть сначала обычно всем тяжело, плохо, если мы там долгое время сидим. Бывает, что невыносимо просто же. Но если мы продолжаем там тем или иным способом, без насилия там как-то стараемся, но увеличиваем это время, то потихонечку-потихонечку у нас происходит такой сдвиг идентификации. Вот из, ну, как бы я показываю на руках, вот скажем, это я, вот моя голова, и вот меня накрывает какое-то состояние, там физическое или боль, там неприятные какие-то ощущения, или эмоциональные, или как-то все вместе, да, обычно все вместе. И вот я маленький, а состояние большое, оно меня, я в нем, я в нем нахожусь. И понимаете, что это такое вот, мы переживаем, как нехороший, из этого хочется как-то вырваться, а невозможно, потому что оно больше меня. Вот что происходит в практике медитации, само при чем как-то, вот это тоже невозможно, наверное, ускорить каким-то усилием. Ну-ка, давай, давай. Вот мы это насиживаем, мы ищем этот путь, который фактически случается, который вот как бы в этот момент мы улавливаем. Ага, вот это вот так происходит. Ну что происходит? Происходит смена идентичности, как-то глава. То есть я был маленький, я состояние большое, а тут состояние остается, состояние там, боль там физической, мысли какие-то, любое состояние. А я становлюсь больше, теперь уже я больше, оно во мне, то есть не я в нем, а оно во мне. И вот этот шифт, это такое смена, оно сначала происходит как такие вот всполохи, такие вот. Вот оно как, вот оно как. Это происходит, а мне как-то с этим нормально. Я как переживаю себя больше этого вмещающимся пространством. Потом это уходит. Опять я останавливаюсь этим маленьким, которое, значит, накрыто каким-то состоянием. Но с практикой все чаще это происходит, и причем происходит не только уже в формальной практике, но это потихонечку перемещается, как-то расширяется в повседневную жизнь, в разные обстоятельства. Вот. Я считаю, что если мы говорим там о практике осознанности, именно чем мы тут занимаемся, то есть это одна из таких вот задач, наверное, которые у нас, таких генеральных может быть. То есть там могут быть внутренние какие-то, у каждого свои возникать, но если уж так обобщать, то вот это смена идентичности от маленького себя к какому-то большому и самой там какой-то дальней перспективе к себе, как всему, что существует, скажем это тихо, тихим голосом. Вот, наверное, это перспектива. Но на пути мы можем просто переживать это как-то с какими-то меньшими объемами, но все равно, когда не я в состоянии, а состояние во мне, это уже сильно облегчает жизнь. Окей, сейчас прочитаю и дам слово всем, кто хочет сказать. Ирина, Валерия, благодарю за практику. Всем светлого дня. Анна, Варвара, приветствую тебя. У меня тоже сегодня было много зевоты, и я благодарна за нее. Так давайте же позеваем. Так, Светлана, спасибо большое за практику и пространство и совместность. Варвара, еще раз благодарю за практику. Зарядка садится, отключится вот-вот. Окей, Галина, ну давайте. Мы нарушили правила сегодня. Доброе утро, Валера. Доброе утро, группа. Первое, я поздравляю вас с завершением вашей годичной группы. Поздравляю вас и всех, кто из группы. Да, такой путь прошли. Вообще восхищаюсь вами, что вы сделали это. Второе, это гонка, Валера. Но гонка у вас просто. Вы хотите слушать и слушать. Я могу его прислать, выложить где-нибудь в телеграм-канале, скачать, кому надо, если он нравится. Да, и вы хотите его давать вот как в самом начале, ну вот в каждые... Ну какие-то основные этапы, я думаю, что хорошо так отбивать. Да, потому что это такое хорошее, вот как вы говорите, напоминание о пространстве. По практике очень благодарна вот за тот этап, когда мы сидели, и вы дали такую возможность пройтись по частям тела, вот именно по частям, вот именно отдельно руки, отдельно ноги. Казалось, что ну просто мы же сейчас все там, вазов встали, да, и в 7.32 пришло сообщение, что идет операция по спасению. А в 7.33 типа тут же, ну вы на этом же канале официальное сообщение, что типа деплокировать там невозможно. И поэтому мы все там. И вот из серии то, что вы сейчас сказали, маленькое я и состояние больше меня. Но я приняла решение, что вот что я могу сделать, это сидеть, вот реально сесть в эту практику. И на уровне тела, когда вы дали время именно каждой части тела, вот именно туда внимание ее. И потом еще очень важен был момент, когда я услышала ваши слова, отпускаем волевое усилие тоже каскадом. Вот каскадом, вы так сказали, мне так понравилось, как каскадом, как вот волной, водой отпускать волевое усилие. Тоже на это было время. И вот я приняла решение, что я сижу, как гора. И в какой-то момент действительно выровнялось вот это вот я и состояние. И думаю, где-то может на мгновение даже мне удалось ощутить, как вы говорите это. Ну, понять, что внутри меня происходит. Я сижу, как гора, а оно внутри. Вот. И еще да, признаю благодарность за то, что вот вы создаете пространство, в которое есть однонаправленность, а в то же время вот широко. Вот. Вот эта широта однонаправленности, она дает ну, такое проживание себя, присутствие и осознавание. Вообще. Действительно. Кто, кто, кто где. как это происходит. Благодарю вас. по поводу вот того, что нам делать, когда мы ничего не можем сделать, но вот все эти люди встали, они там, мы здесь. и, с одной стороны, мы не можем думать о них, потому что они уже в нашем переживаемом опыте за счет всех этих новостей, за счет соцсетей. мы знаем об этом. И вот тут всегда этот вопрос, что мне с этим делать теперь, да, я теперь об этом знаю. Мне отвернуться, мне куда-то уйти, мне, или мне, вот, вовлекаться в это и испытывать все больше и больше отчаяния от невозможности, что ли, от невозможности помочь, да, когда я не могу встать, пойти там, как вот этот, знаете, в этом анекдоте, что там вот партизаны заняли, значит, избушку, потом, значит, немцы заняли избушку, потом опять партизаны, потом, значит, немцы, потом, значит, ну, вот вторая мера, потом пришел хозяин и выгнал всех к чертовой матери. Вот как бы мы не можем быть таким хозяином, который пришел бы и разобрался со всем, да, вот такая, ну-ка, чего тут все в азов встали, давайте-ка сейчас все, как бы у нас нет этой, мы чувствуем себя как раз этими маленькими в огромном мире существами, вот где происходят какие-то глобальные процессы, где война, а мы вообще вот каждый где-то там далеко от этого. И тогда что мне делать? Если я отворачиваюсь от этого, я же сам себе могу быть противным, да, ну, то, что же я такая за скотина такая, которая не это, не сопереживает, или там боится сопереживать, или что я. А если я наоборот вовлекаюсь, то я сам себя же вот начинаю тоже гнобить его с этим, что я вот ничего не могу. Вот, и это, конечно, дилемма такая наша человеческая. И вот если раньше, ну, как-то мы жили какими-то племенами, да, и вот там случается беда, ну, ты идешь просто с этим, и вот что ты с этим решаешь там физически, вот там умер человек, вот с ним там пребываешь. А сейчас вот все на каком-то тысяче километров расстоянии, а все равно близко. И это большая проблема, но мне кажется, здесь важно именно вот с этим соотноситься, и прям так как-то каким-то стоическим или буддистским способом вот размышлять, окей, вот есть эта ситуация, что я могу в ней сделать, и чего я не могу. И вот это важно, что не только чего я не могу сделать, но и что я могу сделать. Здесь для меня, конечно, такой вот буддистский подход, он важен, потому что буддизм, он много вообще про смерть. Про смерть, ну, как любое, в общем-то, наверное, религиозное, духовное учение про смерть, потому что вот есть жизнь, в ней что-то какая-то все время суета, что-то делать надо, а есть просто смерть, как граничащая, вот это такая, как граница. Сейчас вспоминаю, знаете, из Мастера Маргариты, как он там какой-то пришел к этому Воланду, какой-то это мужик, и он что-то от него хотел требовать, я не помню, он буфетчик, он был буфетчик, и там вот про это, про рыбу, не первая свежесть, вот он, и он что-то хотел от этого Воланда, что-то материальное, вот так вот, по-моему, денег, что там как-то, с деньгами какие-то проблемы, а тут его спрашивают, а вы когда умрете? И это вызвало такой шок, в общем-то, этому человеку, как, что за вопрос такой, невежливый, да? Я тут вот пришел с деньгами разбираться, он спрашивает, а вы когда умрете? Вот этот вопрос, а вы когда умрете? Я его себе сдаю часто. А вы когда умрете, Валерий Юрьевич? Вот, и тут сразу как-то так начинаешь, ну, как этот буфетчик себя вести, рыба там, вот, и, ну, важный вопрос, да, что я, как я со своей смертью, как я со смертью других, вот, буддист, часто вот, ну, если буддистский мир, который мне так как-то ближе, чем остальных миров, вот там это устроено таким образом, что если человек умирает, то, ну, если есть возможность, то приглашают там монахов каких-нибудь, вот, буддистских, они сидят рядом, ну, то есть, понятно, что опять же разные традиции, в некоторых там они могут петь, значит, петь там что-нибудь, ну, какие-то вот священные, гимны, мантры, сутры, но часто они просто сидят рядом, вот, человек умирает, а они сидят, они не уходят от него, не отворачиваются, ну, и не делают что-то с ним, там, не подкручивают что-то, да, вот, давай сейчас спасем его, они делают какую-то свою работу, сидеть рядом, быть рядом, быть с собой, быть с этим, быть с ним, вот так, как они могут, и я помню, ну, как бы у меня просто были случаи, когда я тоже провожал так вот, умирающих, как это у меня был такой период, вот, и вот, ну, мою бабушку, вот, я тоже как-то приехал, там, приехал там к родителям, а бабушка уже такая, болела все время, вот, я приехал на несколько дней, и пока я с ней был, я как-то вот прям, у меня было такое чувство, что что-то надо, надо, надо мне с ней побыть, прям, и поэтому все, отложил все дела, приехал, вот, и там на четвертый день она умерла, причем, ну, вот, как-то я сидел рядом с ней, держал вот руки, просто поддерживаю там голову, на груди руку держал, и она уходила, я понимаю, что это вот, как был очень важный процесс, я и понятия не имею, будет ли, было ли и будет ли для бабушки там какое-то продолжение-то, но почему-то вот это важная такая, вот момент, важный момент, перехода важная на смерть, и я считаю, что очень хорошо, что я был с ней, это хорошо было там и для мамы, и для родителей, что они тоже как, ну, как-то вот, что я был рядом, но это хорошо было для меня, и хорошо было для бабушки, и вот этот способ, когда мы, ну, вот мы понимаем, что такая ситуация, когда ничего сделать невозможно, человек умирает, тогда как я с этим, и это такой вызов, конечно, это большой вызов, я имею в виду, что тут никто не ответит, он со стороны придется, скажет, делай так, это надо внутри как-то ответить себе, но вот это такая остановка, мне кажется, здесь остановка и вслушивание себя, вот она может быть важна как раз, и вот сейчас вот действительно ситуация непонятная, ну, в смысле, что ваш, куда это вывернет, спасут, не спасут, что произойдет, как это, переживание приходит неизбежно, тогда как мы с этим, как мы со своими переживаниями, вот здесь вот, то самое пространство, которое мы можем для себя организовать, и побыть с этим, побыть, вот как здесь вопрос, какой способ меня может быть, побыть с этим, что меня может поддержать, как-то меня поддержать, в том, чтобы не отворачиваться, не уходить, и не сходить с ума от этого, а вот как, здесь вот всякие буддийские, эти монахи, могут быть таким примером, как мы можем быть, с тем, когда мы ничего не можем делать физически, или активно там помочь, вот, если есть возможность, если мы обнаруживаем возможность активно вмешаться, помочь, сделать что-то, то ее надо использовать, но если нет, тогда вот что, тогда как, это такой, может быть, вопросом, таким куаном, как вот в дзамбудизме куана есть, мы как бы в него входим, и пребываем в нем, и спрашиваем себя, теребим себя этим вопросом, как мне, как мне быть, как мне быть, он может куда-то направлять, ну вот это мои такие размышления, просто на эту тему, это тоже без какого-либо ответа, понятно. Настя, вы хотите сказать, я вижу. Да, доброе утро всем, после этих слов, как-то, думала, только что опустить руку, хотелось поделиться вчерашним приятным, а тут как-то дать пространство для этого, попробую так спокойно рассказать, я недавно приобрела ваш добрый дзен, и сначала там не слушала, потому что... А он еще существует где-то? Я уже знаю. Окей. Да. Ну, я когда-то, а, вот, наверное, после того убить Будду, когда я вам начала задавать вопросы, и мне захотелось как-то, не знаю, что-то поизучать, вот пойти в теорию, я села изучать ваш сайт, и смотреть, какие есть онлайн-ретриты в записи, у вас там есть что-то в записи, и вот я нашла добрый дзен, и этот... Ну, там у вас, можно сказать все, там ссылочка на Paypal, ну, в общем, как-то какие-то действия совершила. И вчера как раз было такое, там с утра поработала, потом было свободное время, можно было, думаю, поеду, послушаю вас. И тут мы живем где-то в селе, и тут всегда нас спрашивают, уже много жителей спрашивали, а вы были в нашем лесу? А мы тут уже много раз обошли все это село, и никакого леса мы здесь не видели, заходили за село, искали, по полям ходили, никакого леса не видели. Ну, вчера я думаю, ладно, поеду искать лес, и как раз вас включила. Ехала, заехала за село, и так вот это надо было под горку ехать, и как-то страшно уже стало, за селом какая-то посадка, там совсем лес, там посадка какая-то такая, и так вроде страшно уже становится, я где-то одна, по какой-то странной дороге еду, и посадка, и вы там про экзистенциальную боль рассказываете, про то, что религия опиум, ну, в общем, как-то так ехала, ехала, зато вот страх наблюдала этот, потом уже так стало не страшно, и потом уже стало хорошо, и вот уже на этом этапе хорошо, решила возвращаться назад, и там вы такие в конце, теперь давайте послушаем песенку, хороший разговор был, и тут получается как раз такой момент, я уже тут как бы увидела свой страх, уже все стало не страшно, уже на эту горку было тяжело взбираться, потом уже вот спускаюсь, такая еду с горки, вокруг зеленая, дорога каменная, меня трясет, и тут вы предлагаете послушать песню, и начинается песня «Свобода пятницы», а для меня вот этот вот весь этот альбом «Пятницы», ну, такой как раз это 2003 год, когда я поступила на первый курс, такой, не знаю, саундтрек к моему такому свободному студенчеству, к ночным гуляниям, стало так хорошо, я вот туда еду на велосипеде с горки, меня трясет на этих камнях, и тут «Пятница» играет, и прям, не знаю, ехала, хохотала, и плакала, и вообще так хорошо было, потом решила дальней дорогой поехать домой, через речку, поехала к речке нашей, опустила ноги в реку, так легла на землю, лежала, а до мной Ива плакала, и такая она меня плакала, плакала, так прям этот, и тут ноги в речке, я на земле, Ива надо мной плачет, и такое было уже ощущение, что непонятно, где я, где река, где земля, где-то Ива, такое вот прям, ну, какое-то такое вообще, просто одно пространство, и интересно уже было, что вот перед этим, вот моя реакция на пятницу, такие, да, вот там все какие-то такие студенческие моменты, вспомнились, так было весело, такие вот эмоциональные какие-то такие моменты, а тут я лежу, и в наушниках продолжала играть пятница, но вообще не было уже никакой общей реакции, как будто вот я лежу, и непонятно, где я, где река, где земля, где Ива, и играет пятница, ну, и вот эти песни играют, а эмоций вообще никаких нет, и не потому, что, ну, какая-то апатия или еще что-то, а вот как будто, вот в этом каком-то таком пространстве, там, где все слито, и непонятно, где кто, ну, такие какие-то ощущения были, да, они такие словами неописуемы, и как будто вот в этом таком пространстве, когда ты вот растворяешься во всем, вот эмоций нет, как будто вот эмоции, они где-то параллельная реальность, в общем, какой-то такой вот в другое какое, в другом каком-то пространстве, в этом пространстве, где я и земля, и река, и Ива, в этом пространстве эмоций нет, какое-то такое ощущение было, ну, а потом тоже интересно, да, вот сначала было просто хорошо в этом всем находиться, как-то в таком состоянии не хорошо, не плохо. Просто хочется пребывать и быть. А потом стало скучно. Захотелось стать и пойти. Какая-то такая жизнь со своими... В общем, так, так что с вами было вчера. Интересно послушать вашу беседу. Спасибо за добрый дзен. Он есть, и его интересно слушать. Где-то там у вас на сайте он живет, продолжает быть. Видите, я вчера с ним была. Мне было хорошо. Да. А так, конечно, то, что вы только что Галине отвечали, такое очень важное. И вот у меня практика сегодня еще не совсем удалась, потому что семейные переписки выбили из колеи. И я потом уже вклинилась в практику немножко с опозданием и поняла, что выключила вас. Надо было зайти самостоятельно, потом уже подключилась к метикам. И когда вот мета, то, конечно, с этим всем светом легче сталкиваться с тем, что только что волновало. Как-то так она спокойнее намного. В общем, хотела сегодня поделиться вот вчера с ним. Все, как-то все пересеклось с сегодняшним, поэтому как-то самбурно. Ну, в общем, спасибо и за то, что вы когда-то Добрый Дзен записали, вы выложили его на сайте. И за только что то, что говорили Галине. Спасибо. Я все. Настя, спасибо. Добрый Дзен, да, это был какой-то, по-моему, первый вообще такой вот сделал курс. Там что-то было, я уже не помню. Ну, какой-то или облачный ретрит уже самый первый. В общем, какой-то, да, был у меня. Я так вот, он у меня где-то лежит. Я уже забыл про него. Не знаю, что там говорил, не помню. Надеюсь, что ничего такого дурного не рассказал. Вот. А по поводу, ну, вот, кстати, вы сказали сейчас насчет вот этого переживания такого вот ну, можно сказать, наверное, единства, да, как если это назвать, вот когда ноги в воду и там все единое и что оно безэмоциональное. Да, вот, если говорить о дзенском пути, как и многие духовные пути, мы как-то решаем задачу такую, задачу общности и единства и индивидуальности. Да, вот, как что мы, как люди, мы существуем и в том, и в другом и для нас важна получается оба эти аспекта. Там в буддизме это там называется шуньята, пустота, вот эта вот общность, где все связано со всем, где нет какой-то дискриминации, где нет лучшего и худшего, где все процессы едины, едины в своей связности как раз. Все вообще, все, нет ничего вообще отдельного, нельзя ни на что показать пальцем, как на отдельность. Это одно переживание. И там действительно, там, ну как в этом единстве, там нет тех обычных, может быть, человеческих эмоций, которые мы там переживаем. А человеческие эмоции, ведь они связаны как раз с индивидуальностью, они показывают, указывают на там, на границы какие-то, на я и не я, на мои отношения, мои отношения именно, когда я могу показывать пальцы на себя и на его отношения, и ее отношения, или чего-то другого. Они, ну как-то эмоции вот калибрируют это, да, как я с другими, я там могу радоваться или гневаться там на кого-то, да, испытывать печаль по поводу чего-то, или там радоваться, ну в общем разные чувства. И вот это непрерывное нахождение обеих этих аспектов какой-то уникальности меня, уникальности другого, уникальности любой вещи, уникальности отдельности и вот этой вот безграничности связанности всего со всем, цельности. Вот мы получается в этом живем. И получается, что опять же, если мы впадаем в какую-то одну крайность, то мы теряем полноту жизни. То есть либо мы вот только вот эти маленькие существа отдельные, все время борящиеся за жизнь, за существование, за... Либо мы туда вот это вот, вот все, какая-то безграничность, безмерность, но как этому существу жить, жить в этом невозможно только там. В этом вот, ну, скажем, буддизм он называет это серединным путем. ну, там, скажем, Будда про срединый путь про свой говорил очень конкретно между вот эта практика, между какой-то аскетизмом и таким удушением себя фактически всех жизненных процессов и наоборот вседозволенностью какой-то. Там впаданием в непрерывный поиск этого наслаждения какого-то. То есть он говорил вообще-то конкретно про это, но дальше если мы там следуем этому принципу поиска срединного пути и здесь вот там например уже Нагарджуна один из таких людей которые почитаются буддизм как там не знаю второй человек после Будды по степени вклада в целом буддизм. Так вот он тоже его тут тот то учение которое он предложил называется Матхямака это тоже срединный путь собственно он решил вернуться к срединному пути но он говорил об этом как раз как объединение вот этого общности которая называется шумьета или там пустота и индивидуальности конкретности каждого каждого объекта каждого предмета себя как как можем это объединять именно когда серединный путь рассматривается не середина между полярностями а то что объединяет все вот и поэтому если мы ну движемся вот каким таким путем стремясь объединять и человеческая наша и там говоря каким-нибудь там уже языком может быть христианским там божественное то вот это может быть каким-то вопросом тоже как как во мне это объединяется как я стремлюсь это объединять как какова моя практика по направлению к этому вот если существует ли какой-то путь у меня движущий меня в эту сторону вот это опять же по поводу теории добрый я хотела еще добавить там вы говорили как раз в первом разговоре про убить Будду как раз я когда прочитала в другой книге про убить Будду мне захотелось где-то поискать теорию у вас и как раз в первом разговоре мы с тобой начали что начали говорить про убить Будду так что в общем мне было интересно то что вы там говорили интересная вещь да будем убивать все время так Инна я вижу вы тяжите руку или да ты мы перешли на ты да мне кажется Аня была впереди поэтому ну ну ладно мы дадим Инна я уступаю абсолютно без проблем я постараюсь совсем коротко видимо в моем земном пути все-таки очень важно прожить в физическом теле и я вот очень часто возвращаюсь к этому и в сегодняшней практике я просто отзовусь на историю с диванием у меня это вылилось в само движение дивания но самое интересное что я не дивала но это помогло мне осознать степень там зажатости челюсти и я пошла в бубже в гортань и чем я еще сегодня ухожу вот прям тянется смотреть в анатомии связь между вот челюстными мышцами и мышцами шеи вот воротниковых зон я сегодня туда пойду исследовать и вторая часть которая возникла особенно в моменты когда я шла в метод свет вдруг возник вопрос границ внутри меня здесь очень интересно что вот мы говорили о залипании на чем-то о зависимости и вдруг вот для меня внутри пролегла не граница а какая-то точка это как в одной семье с детства ребенку постоянно каждый день ставили музыку и человек проникся красотой этой музыки но только в зрелом возрасте он вдруг осознал что там звучит одна основная нота которую он до сих пор там не слышал он слышал только в осознанном возрасте и вдруг вот эта вот граница у меня пролегла в истории зависимости моей физической и мне стало интересно а насколько эта зависимость вообще во вред возможно это для меня сигнал того что я до конца не осознаю в теле и это не привычка ментальная конструкция которая привела к физиологической зависимости а потребность тела которая мне так как вот эта нота сигнализирует о том что я не до конца вижу что это и вот сегодня я увидела и тоже попробую поисследовать в ближайшие дни вот эти свои физиологические особенности через вот эту зависимость как постоянно звучащую ноту спасибо спасибо мне вот еще комментарий маленький по поводу этой связи челюсти и дыхания и вот вся эта часть грудь плечи челюсть мы можем посмотреть на это подумать об этом с точки зрения телесного распределения энергии ну энергия здесь имеется ввиду такой эмоциональной энергии каких-то вот то есть никаких-то там обязательно эзотерических терминов а просто ну что как тело живое в нем течет что-то все время движется энергетические потоки жизни просто и оно же очень как-то переплетено вот то что мы называем психологической серой психической серой и там эмоциональной и энергетической и телесной все это как бы единый фактически процесс ну и мы это из опыта знаем нам не требуется таких доказательств чувства они же в теле переживаются и вот если ну такая картография очень условная надо понимать что это условно но все-таки если чувства у нас в груди здесь много чувств разных и гнев и злость и любовь и доброта и все в области сердца получается что вот у нас два основных канала наверное которые выражают эти переживания выражают чувства руки руки они отсюда растут из груди и сердца фактически руки растут из дыхания и руками мы что-то все время манипулируем мы руками делаем что-то руки для действия мы ими изучаем делаем ими касаемся мира жизни это очень социальное такое такой аппарат вовлеченный в контакт с людьми вообще с миром мы ими можем опять же выражать вот эти чувства скажем можем выражать любовь можем обнимать можем выражать какое-то созидательное что-то можем строить этими руками и можем агрессию выражать гнев злость можем бить убивать этими руками разрушать все и в общем вот это один канал но второй важный канал у нас же вот это вот слова речь речь и это отсюда и здесь тоже чувство мы когда плачем мы же этим плачем этим аппаратом плачем мы рыдаем через голосом голосом рыдаем ртом мы рыдаем и смеемся мы тоже голосом и ртом и говорим вот все те же слова там агрессивные или слова любви или любые чувства мы здесь тоже говорим и поэтому для нас важно что мы как мы это выражаем да и вот тут собственно контроль ну потому что вот есть же там как я забыл какая-то как это называется синдром такой болезнь ну как такая в общем как же он называется на Т как-то по-моему в общем когда человек ругается когда матерится матерится просто человек Туретта да Туретта это синдром Туретта да когда он просто вот ходит и матерится в смысле не контролирует этот процесс то есть из него это вырывается просто да вот вот тогда как бы мы оцениваем это как некую патологию как отклонение от нормы ну потому что это нарушение социальной нормы там же человек ходит и вот так вот матерится просто так да без причины ни на кого-то определенного просто из него это выскакивает понимаешь что человек с этим с контролем здесь проблема точно так же можем говорить что у человека проблема с контролем если он выражает там агрессию свою неконтролируемую именно да и неадекватно часто там орет например да когда это совершенно необязательно делать и потом жалеет сам об этом например там соответственно вот тогда челюсть становится важной важной контролирующей преградой именно на уровне физической но с контролем вот мы это обсуждали не раз вот то что Галя говорила по этому поводу да что с контролем он двояковой функции что он и хорош для нас он важен для нас контроль чтобы вот синдром Торетта у нас не было такого у всех постоянно в разных областях вот чтобы все-таки как-то контролировать свою жизнь а с другой стороны если он слишком много на себя берет то он сейчас уже все вообще контролирует вот эта невозможность расплакаться невозможность даже порадоваться смеяться невозможность выразить как-то свои эмоции невозможность выразить свои чувства это тоже вот здесь если идти глубже вот сегодня про смерть говорили ну вообще вот у нас же то есть в целом челюсть она ведь символизирует контроль во многом потому что мы говорим вот ну смотрим у человека такой-то у него рот открыт такой дурачок 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 он такой все не ходит у него слюна течет дурачок вот а значит такой человек умный какой-то вот он у него губки поджаты он значит так сдержан мы сразу понимаем вот человек интеллектуального труда то есть какой-то воспитанный опять же лишнего не скажет вот то есть и понятно что у нас есть внутренний страх вот этого вот этой неконтролируемой жизни человек с синдром Туретта это же такое никто не хочет таким быть наверное человек у которого слюна так течет все время никто не хочет такого быть и мы боимся таких состояний нам не хочется с этим соприкасаться вообще-то ну вот так это вызывает отвращение и на себя это перекладываем и такого нет точно такого не хочется а еще про смерть говорили у мертвого человека что происходит с челюстью и даже в некоторых деревнях подвязывают не дай бог чтобы подвязывают челюстью вот чтобы оно тоже чтобы он лежал так благобразно потому что вот этот открытый рот мертвого человека если вы видели такое я вот видел у него страшно смотреть потому что там вот этого нет человека который контролировал бы и нам очень страшно с этим соотноситься потому что я таким могу же быть вот и поэтому вот тут на таком психологическом уровне очень много вот этого страха собирается а как же я отпущу этот контроль но с другой стороны если я все время вот так с сжатыми зубами то понятно что я уже ничего не могу выразить я уже ничего вообще ничего здесь не течет и вот получается что когда у нас появляется шанс появляется возможность как-то расслабиться чуть-чуть то тут ты начинаешь вот это это все вот это освобождение то напряжение освобождение на какое-то время хотя бы да и зевание ведь тоже вот если мы же говорим ну что ж ты так вот зеваешь вот я помню у меня ну друг есть Саша Гершон и у нас была ну как она и сейчас есть тоже подруга тоже которая ходила к нему на занятия все время регулярно и она себя там не сдерживала а там значит танцевать надо ну как двигаться телом вот и она так когда там какие-то ну он например что-то говорит в перерывах между танцем она стоит и начинает и она совершенно себя не сдерживает в этом да и он к ней потом подходил уже слушай ну что ты тут же люди я же вот говорю ну вот да неудобно как это получается да и вот как нам с этим тоже вопрос такой да как нам себя размещать в этом да что вот есть этот такой физиологический позыв порыв а тут есть какая-то социальная ситуация и это всегда вопрос это всегда вопрос такого ну какого-то баланса опять же где сдержаться где позволить себе и вот тут важны какие-то пространства и для большего позволения и для большего сдерживания и какого-то регулирования возможности регулировать и так и так окей Анна вы тоже хотели сказать давно уже сейчас пришел другой говоритель получится сказать да собственно ну вот у меня как раз сегодня такое случилось внутренний разговор оборот на другом скажем в конце перехода про ну я вчера так по работе читала про физиологию сна и вообще про становление там волн сна и там ну еще внутриутробно и потом ну и там такая была фраза что первый раз человек по-настоящему просыпается родившись новорожденный человек вот это первый раз пробужденный ну да есть вот человек который жил в таком сне и потом проснулся вот я подумала что это как раз ну и я помню такое состояние как раз своего ребенка когда он родился в первые минуты когда вот ничего такого нет то есть просто такое абсолютно такое пробужденное существо которое рядом находится и ну и есть такое общение просто ну ничем незамутненное и по сути вот такое было ощущение что вот первая еда и потом вот запустившийся там процесс пищеварения там всяких выделений что вот это все ну тут же ну опять в какой-то полусон погружает и и что ну вот может быть то состояние которого я ищу в разных практиках и в этой тоже это как раз вот снова такого проснуться и ну и кажется что вообще-то это ну редко в обычной жизни происходит и еще больно ну то есть и там и чтобы этого достигать ну нужно как-то трудиться внутренне а при этом ну да ну и дальше там есть еще какие-то размышления на тему того что ну те же там всякие ну не знаю какие-то большинство мировых процессов они на это направлены и войны в частности ну то есть что возможно человек на войне тоже себя как-то ощущает очень пробужденным и может быть это и как-то ну вот это состояние войны и влечет но с другой стороны очень жалко что жизнь уходит не на то ну вот как-то ну что-то между такими полюсами ну и вот и что наверное что для меня тоже пожалуй такое пробуждение был как раз тоже присутствует с умирающим человеком ну вот что вот это переходное состояние как-то действительно ну помогает что ли да вот побыть в каком-то общении где ну нет лишнего что-то наверное так ну вот все и да и снова благодарны за пространство и практику которые тоже можно ну как-то вместе разделять что ли спасибо спасибо ну вот да буддизм пробуждение для меня это тоже важный такой смысл именно который заложен прямо в этом слове то что это вот некое ну мы различаем это да то есть можно там разное по-разному описывать разные какие-то эпитеты к этому подставлять но в опыте мы переживаем что значит быть в таком пробужденном состоянии а что значит в каком-то спящем состоянии дремоте какой-то мы это распознаем нота я вижу подняла руку да я я вообще ничего не могу сегодня личное обстоятельство я вообще меня я включила просто слушать голос но вообще сейчас ну как будто я все время теряю мысль и она вроде где-то звучит как-то и вот сейчас у Ани тоже произошло из какой-то такой мысли что вот у меня сейчас на самом деле так получилось что в процессе разговора еще переписывалось то есть у меня друзьями и как-то выскакивали темы того что я сказала что как будто бы мир меня провоцирует на жестокость а я не хочу ее воплощать но при этом я чувствую механику ну не знаю гормональной системы что ли что вот человек поступает со мной жестоко и я будто бы я хочу тоже что-то ну чего-то его лишить да ну то есть я начинаю мыслить или действовать не действовать а как бы ощущать ну там очень много ощущений но я при этом понимаю что вот это не я и как вот подруга тоже мне написала как будто бы где я делаю то что я не хочу делать думая что я хочу это делать кто хочет и кто делает и сейчас для меня это слишком сложная конструкция хотя я примерно понимаю ну то есть как будто бы мы вот этим занимаемся да ну то есть выбором что вот у нас есть осознанность а с другой стороны я смотрю на мир и на людей которые не располагают знанием о подобном выборе и они просто реакционно действуют и этим реакционным действием разрушают чужие жизни ну то есть как бы как будто это то же самое переживание что вот сначала войны только теперь оно про меня ну и вообще я эти параллели я их начала видеть прямо сразу и очень ярко мне кажется я с этим тоже выходила сюда что я так ярко стала видеть как люди просто в обыденной жизни действуют ну точно так же по тем же механизмам из-за которых происходит сейчас и как будто бы каждая там локальная утрата каждая локальная трагедия каждая разрушенная надежда такой же разрушенный дом ну я понимаю что это не сравнение вещи и но вот я как-то тут тоже зароняла зернышко сомнение типа когда же это закончится да то есть когда же эта осознанность она приведет к какому-то результату типа ну то есть до Коли до Коли я помню тот тоже как тогда улыбался и что-то такое жизнеутверждающее сказал в ответ но меня не удовлетворяет потому что как будто там есть какой-то зазор которого я то ли не вижу то ли то есть я начинаю в этом месте пострадывать ну и прямо говорят страдать когда я понимаю что вот вот я могу понять что я не хочу воплощать это а хочу воплощать другое но воплощая другое я страдаю от действий других людей и как будто бы я тут ничего не могу изменить но я не чувствую там ну здесь там счастье или блаженство ну как бы я переживаю страдания от того что другие люди так поступают и сейчас когда вот вы говорили про умирающего человека я была в комнате с умышающим человеком и то что я вынесла оттуда что смерть это очень быстро это просто меньше секунды это когда на полувдохе останавливается все и я даже не знаю что из этого можно вынести еще другое то есть да есть процесс подготовки болезни или что-то еще что может длиться долго но сам момент он настолько короткий что он обезоруживает и опустошает и он ну все исчезает ну как бы не исчезает понятно в нашей памяти там в нашем всем но все исчезает и мне кажется что как будто бы сейчас на каком-то таком ну про это тоже говорят но на каком-то мировом уровне тоже происходит какая-то большая смерть что-то исчезает вот оно прямо сейчас исчезает оно может быть уже исчезло и как будто бы не потому что это именно Россия и именно Украина а просто что-то происходит что-то непоправимо меняется сейчас а люди продолжают мыслить как они мыслят то есть я сегодня вдруг подумала опять листая какие-то ленты что у меня из ну родственников то есть как будто бы вот людей с которыми я могла бы быть в контакте непосредственно их как будто бы не трогает так как это трогает меня или так как это трогает каких-то моих друзей и это тоже какое-то для меня страшное такое переживание как же я так родилась вот сюда все я все спасибо рано попал попал в 20 с небольшим лет я попал вот в эту тусовку не знаю как атмосферу тренингов я как раз как раз такой пути развития я всегда до этого я к этому стремился я искал тут я нашел да вот есть люди вот есть этот мир вот есть там какие-то техники есть все вот что давай только развивайся вот все для тебя есть для этого и люди мир и в смысле и технологии вот эти техники какие-то делай только и все вот там медитируй там дыши что-то там вот занимайся и так как это было очень как-то глубоко связано с моими ценностями что это очень важно вообще для для меня и для нас людей вообще это какая-то основная ценность что мы можем пробуждаться пробуждаться это какая-то огромная ценность и возможность что-то есть эта возможность вообще у меня я вот тут попал в этот мир вот смотрю вот они люди которые такие же как я и мы все вместе сейчас пойдем вот сейчас будем я быстро так это же были 90 и там все быстро происходило только вот чуть-чуть сам научился чему-то и давай сразу же преподавать это все делать но я был начнут в команде там старшие товарищи поэтому я как-то там был под надзором но в любом случае вот в одной команде мы работали делали вот эти тренинги а люди понятно что приходили очень разные и кого-то там вот какие-то там кто-то вот с такой же мотивацией и это были вот такие мои люди да вот вот они резонанс они тоже тем же горят а были которых там например какие-то родственники отправили ну ты иди там подлечись чуть-чуть вот тебе там помогут вот они приходили и я с вами господи ну что же они вот какое-то вот это отчаяние возникло я прям сидел и плакал я рыдал там что же что же вы люди что же вы да понятно что по жизни это я вот сейчас за это время за эти 30 лет которые я прожил я сколько раз я сам на какие-то свои грабли наступал на одни тяжи на свои вот эти вот автоматизмы и здесь в этом смысле я как-то ну как-то может быть во-первых я стал меньше себя в этом смысле отделять от них да вот что вот есть они какие-то они они вот они они вот такие вот спящие неосознанные есть я вот такой лох весь значит все ну как бы нет по большому счету мы все все вот эти вот автоматы ну у кого-то чуть больше хотя бы есть это мотивации туда двигаться есть это ценности что-то такое движение в эту сторону вот но это одно такое прозревание которое мы можем тут как-то у нас может возникать видеть да что я по большому счету такой же автомат как все остальные но само это прозревание это как сократовские вот это вот сократовское утверждение я знаю что я ничего не знаю это вот то что там может кого-то из нас отличать от кого-то из них что если человек не знает что он не знает это большая проблема вот это как раз полный автомат а если я уже знаю хотя бы отдаю себе отчет что я не знаю то появляется шанс появляется шанс узнать у меня есть вот это чуть больше пробужденности в эту сторону вообще в сторону из какого-то понимания себя исследования себя а второе вот какое-то открытие которое ну для меня было важное которое переоткрывается я переоткрываю постоянно ну что мир он не для меня сделан ну какой-то уход от такого детского магического мышления о том что знаете у меня моя дочь ну падчерец как-то мы с ней вечером я помню этот случай просто у меня запомнился он смешной такой я из школы забирал ну и ей там еще там такая начальная совсем школа 6 или 7 лет ей было вот мы вечером зима и быстро темнеет поэтому уже там часов 4-5 и уже темно 6-то может и в общем вот машины едут а мы стоим на остановке автобусной и машины едут и она мне говорит слушай то если вот ты так вот сделаешь глаза так прищуришь у тебя от машин от этих от от фар такие расходятся лучики я говорю расходятся он говорит это я делаю знаете вот ну как бы она защурится и лучики расходятся и она понимает что это она делает с миром что она такой вот господь бог здесь и что это она делает так для всех не только для себя для всех вот это ну как бы такое детское переживание что мир вот я делаю этот мир он становится таким как я хочу вот и вот в частности у нашей практики в пробуждении этого такого вот прозревания мы приходим к некоторому разочарованию мне кажется разочарованию потому что было очарование вот что я делаю все должны быть такими или какие-то они там что мир вот он такой а тут мы видим что вот он мир такой как есть не такой как я хотел бы или хотел и тогда вопрос вот как я с этим как как я себя располагаю что я тут тогда делаю и это действительно какие-то такие достаточно жесткие вопросы к самим себе здесь можно ходить и искать мудрецов каких-то но ведь они ответят из своего и своей жизни своего опыта наш путь мне кажется все-таки он действительно вот об этом уже не раз говорили как завет Будды будьте светильником самому себе мы можем встречать других людей как на пути да как каких-то попутчиков как что-то там действительно через них что-то осознавать на это в любом случае будет наше осознавание наше осознание вот поэтому ну вот в каком-то смысле лично для меня как духовный там путь любой наверное если как не назвать какой не возьми он в том числе про разочарование каким-то своих вот этих своих убеждений своих надежд даже надежд как должно быть но он переводит в таком более ясном виде какая жизнь как она есть какая она есть это уже такой личный на личном пути ну вот давайте на этой высокой ноте сейчас завершим продолжим завтра спасибо за разговор объемный какой-то много все обсудили все проблемы решили пока спасибо пока пока Продолжение следует...